Русские новости Кроме меня, там другие были выступления, люди выступали со своими пожеланиями И вот выступил Валерий Дмитриевич Ефанов, ветеран русского движения Который давно уже, многие годы занимается русским вопросом в Калининграде И там, в Калининграде, человек достаточно известный И он выступил с некой речью, которая предполагала роль для русских активистов Как неких таких людей, которые постоянно что-то предлагают власти Достаточно лояльно к этой власти относятся, но стараются проводить свою линию И вот своими инициативами побуждать власть к позитивным решениям То есть напрямую взять эту власть, как считает Валерий Ефанов, невозможно Надо действовать по-другому, хитрее Вот это одна позиция, и сейчас она будет представлена Вторая позиция, это позиция Эдуарда Лимонова Вот я представляю его выступление на недавнем митинге, на августовском митинге Когда он рассказывал про своих политзаключенных И представлял свою организацию, как такую структуру, которая, скажем так Поставляет политзаключенных за решетку И там была произнесена цифра, 250 примерно человек, лимоновцев Сидит за решеткой, или сидел, или прошло места заключения В связи с политическим действием Я понимаю, когда человеку трудно уклониться от репрессий Когда он что-то написал, там в сети какой-то репост И вдруг его начинают прессовать, там обыски Изымают компьютеры, все там ломают, изымают книги, письма и так далее Просто превращают его жизнь в хаос Я понимаю, что от этого невозможно никак отстроиться То есть у вас есть совесть, вы живете по совести И если из-за этого к вам приходят и начинают вас прессовать Это, конечно, штука такая, которой избежать невозможно От тюрьмы, от сумы не зарекайся А вот некое политическое действие за гранью фола Когда уже человек сознательно идет на нарушение закона Явно понимает, что его обязательно задержат и обязательно засудят Вот это правильное действие Вот те 250 человек лимонцев, которые сидят или сидели за решеткой Это правильная тактика русского движения Вообще русского политического активиста Перепрыгивать за флажки Рисковать там своей жизнью Жизнью своих соратников Жизнью свободы, честью своих соратников Своей семьи, родных, близких Которым, естественно, тоже достается, если происходят судебные процессы Там издевательские какие-то действия в отношении близкого человека И если этот человек попадает за решетку Конечно, это для семьи очень тяжелый удар Это правильное поведение или нет? Это две грани такие Смотрим выступление Первое выступление Валерия Ефанова Я сам создавал Русский национальный собор Славянский собор Что я хочу сказать В лоб эту власть не взять Не взять Они укрепились У них деньги, у них телевидение За ними армия За ними полиция Поэтому здесь надо, наверное, другими методами бороться Мы оппозиция, как я понял Вот в то время Мы для них были как раздражители Для чего им нужно такое раздражение? А для того, чтобы злее быть И чтобы давить, 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 давить То есть мы им создавали такие условия Сейчас ситуация изменилась И изменилась в какую сторону? Народу, хобу Что происходит? Где там чего? И прочее, прочее Ничего не интересует, абсолютно Поэтому рассчитывать на народ Нечего Народ поднимется только лишь тогда Когда будет В магазинах купить нечего Водки не будет и сигареты Вот тогда он поднимется Так его не поднять Как они сделали в 90-м году? Мы так сделать не можем У нас нет ни властной структуры Ни полномочий Ничего Мы не можем это сделать Поэтому я Долго размышлял И прочее Где же наши ошибки? Вроде идеи правильные Все мы говорим хорошо Вот Казалось бы, народ послушает и придет Нет, не идет Значит, надо менять методы А методы какие? Ведь возьмите масонскую организацию Видите, лучше еще Пашкаша Никто ничего не придумал Они лезут В любую организацию Кричат больше всех Чтобы их заметили Чтобы их выдвинули А потом изнутри Начинают разрушать То, что было в 17-м году Что было в 91-м году Все прекрасно прошло Поэтому, откровенно говоря Я Уже стал противником того Что кричать Мы русские Не надо Как только говоришь русские Владик говорит Ты фашист, националист Вообще тебя надо садить И прочее Народ сразу начинает говорить А вот татаро-монголы были А вот французы были А вот шведы были Понимаете или нет Это вообще Моразм какой-то у народа случился Они не ощущают себя русскими Листовки я выпускал Скажу смешное Значит Сижу И думаю Ну не клюют И все Хотя написано все правильно Вроде все хорошо Друзьям показывают Да, говорят То, что надо Не получается Значит Шуточные листовки Пускают Продается Евронавоз По такой-то цене Указывают телефон За один вечер Сто телефонов Где-то около 100 заявок было Я вообще Ужаснул Что Что это Совсем Народ Сдурел Что-нибудь Не одинаково Что на нашей Писклапить От наших коров Вообще Понимаете или нет Потом я Не столько Там где висели Собрал Это было Шуточным Проверку Я проверял Просто народ Это ужасно Ребята Они Скомпрометировали Национальное движение Через войну На Украине Они по телевидению Все время показывают Ужасы Националистов И говорят Смотрите Это опасные люди Смотрите Что они делают Понимаете А народ Эту на жвачку Глотает Даже не думает Ничего Абсолютно Им по боку Да Действительно Националисты Это страшные люди Откровенно говоря Сейчас национальным Тоже уже Козырять По-моему Не надо Поэтому я просто Предлагаю Просто-напросто Потихонечку Каждому Делать свое дело Вести пропаганду Потихонечку Ненавязчиво Влазить в структуру Власти Любой ценой На единой России Во власть приехать Садитесь на гор Поезжайте На справедливой России Садитесь Езжайте Во власть Но потом Вы будете делать Свои дела Тоже Сильно не надо Сразу что-то там Коврять там И прочее И прочее Вот Это мое предложение Такое Второе выступление Эдуарда Лимонова На митинге О котором я сказал Где вот Презентируется Прямо Противоположная позиция Хотя там Сотрудничество С властью Тоже есть И там С либеральной Публикой Там Лимонов сотрудничал И с Каспаровым И участвовал Там во всех этих Болотных делах И так далее И так далее То есть В русском движении Он не очень-то Заметен Ну Как-то Такое Обособленное Положение Занимает Никаких коалиций Ничего там Совместного Если там Приходит Тут же Уходит В общем Такой великий Человек С внешностью Которую Он Сознательно Искажает Под Портрет Троцкого Может быть Это специально У него такая Реинкарнация По его представлениям И вот Он Может быть Какой-то Троцкийский проект Представляет Вот Давайте Мы всех Соберем И Двинем Против этой Власти Нас будут Сажать Стрелять Размазывать По асфальту Ничего Это как раз То самое Что и нужно И вот Он Заставляет Молодых людей Уверовать в это Что это самое Нужно И идти вперед Вот его позиция Имею грустную Такую Да грустное наблюдение Что Назболы Самая Так Сидящая партия Наверное В России Одно время У нас Раз Было То есть В один Из Каких-то Исторических Моментов 59 человек За решеткой Представляете Что это такое В общей сложности Значит За последние Где-то лет 15 У нас Перебывало В тюрьмах И лагерях Более 250 человек Но сейчас Слава Богу Немного Скромнее Сидит У нас Сидят В Латвии В Рижском Централе Сидят Ребята Из Воронежа Куркин И Попков Члены нашей Организации Активисты Значит Они Вот первые Что называется Русские солдаты Которые вступили В соприкосновение С американскими Войсками 10 июня Вот этого нашего года Они Пробрались На военную базу Латвийскую Одижи Называется Так кажется База И Сумели Дойти до самого Добраться до самого Штаба Там в это время Шли Маневры Военные учения Балтийского батальона И Значит Американских войск В Великобритании Войск Они дошли До самого Штаба Сняли Американский Флаг И повесили У них был Такой с собой Флаг С Георгиевской Сделанный В виде Георгиевской Ленты Теперь они Вот с этого Времени Сидят Естественно Их захватили Обвиняют Их в терроризме И в шпионаже Крутые Конечно Обвинения Но ребята Чувствуют себя Отлично Не Естественно Ни одним Ни одна ресница Не дрогнула И К сожалению Видимо Придется сидеть На самого Суда До самого Суда Обвинения Совершенно Тупые Потому что У них не было Даже перочинного Ножа с собой Что я еще Хочу сказать У нас досиживает До сих пор За Манежную Площадь Один из наших Парней До сих пор Сидит Игорь Березюк Получил Целых Пять с половиной Лет Двое Уже вышли Двое Других Получили Четыре Три года Вот они Уже на свободе А Березюк До сих пор Сидит И заметьте Что мы Оказались Каким-то Образом Самой Пострадавшей Вот этой Партией На В результате Вот этой Истории С Манежной Площади Где Конечно же Я посещал Все судебные заседания Поэтому я могу вам сказать Что там Налицо Просто произвол ОМОНа Который тащил Людей Как по льду По снегу Избивал Страшнейшим образом И даже В тех Видео И фотодокументах Которые Представил Представила Сторона Обвинения Все как раз Свидетельствовало Пользу Наших Товарищей У нас Сидит Или позиция Лимонова Благодарствую Ты нарушаешь Закон И поэтому Ответишь По закону Бывают Такие времена Бывают Тихие времена Когда народ Впал В спячку Ему ничего не надо Вот вроде Сейчас В такое время Все в спячке Никому ничего не надо Какие там Русские марши Какие там Митинги Защиту политзаключенных Да плевать На всех этих Политзаключенных Сами виноваты Сами набузили Сами сели Ну это конечно Не так Но тем не менее Вот такое Состояние умов Вот там Бурлило когда-то В 11-12 год А в 13-14 На спад В 15-й Уже Совсем народ Кажется В кому впал Вот может быть Сейчас тяжелый Экономический кризис Как-то все это Раскачает Потому что Ну так грабили Там Полтора Десятка триллионов Рублей Выкачали Из Российских Предпринимателей Российских Граждан Из их карманов Избережений Ну примерно Поровну Тех и других Вот в этой В этой сумме По 7,5 триллионов Рублей Вот настолько Похудело Наше народное Достояние Но соответственно Возросло Достояние Олигархи Зарубежной Местной Тут разницы нет Все равно Те кто Являются олигархами Они действуют В интересах Только личных И наши интересы Им совершенно Неинтересны Им наплевать На наши интересы Вот в этой ситуации Когда Ну действительно Очень сильно Упадет уровень жизни Уже упал Как минимум Вдвое По отношению К временам Где-то там Годовой давности И упадет еще вдвое Может быть еще Вот Может быть Народ как-то Задвигается Может начнет искать А где вот Где наши защитники Кто нам Кто нам Скажет Вот то слово Которое мы Ожидаем Услышать Или может быть Кто-то пойдет За нас В тюрьму А мы тогда Будем его поддерживать Аплодировать ему Вот Как же вести себя В этой ситуации Русскому человеку Затихнуть Когда политические Репрессии Прокатываются Катком По русскому движению В общем-то Не оставляя Ничего живого И на этом месте Начинает Всякий бурьян Произрастать В виде самозванцев Каким-нибудь Федорова Старикова Кургиняна Всякая вот эта Нечисть лезет Псевдопатриотическая И конечно К русскому движению Русскому национализму Никакого отношения Не имеющая Или все-таки Нам пойти Идти на обострение То есть Идти в тюрьмы Идти под политические Репрессии Даже понимая Что никто тебя не поддержит На суд к тебе Может придут Самые ближние соратники И то они устанут Если суд будет затяжной А кто будет помогать А кто будет выступать В качестве свидетеля А будет ли Хороший адвокат Откуда деньги на адвоката И так далее И так далее А не подкупят ли свидетеля Не подкупят того же адвоката А не начнет ли Нарушать закон судья Он обязательно начнет А не будет ли негодяем Следователь Который подтасует документы А он будет негодяем Идти на это И какую тактику Какую тактику Для русского движения Для каждого русского человека Можно предложить Есть Есть здесь выход Есть ли какой-то рецепт Универсальный Или может быть Какой-то Расширенный рецепт В одном случае так В другом так А в каких случаях Тогда вот Если можно Просим подробностей Просим подробностей Что вы думаете По этому поводу Контрольный вопрос Как вести себя Русскому человеку Вот сегодня В 2015 году В условиях Тяжелых политических репрессий В условиях Тотальной пассивности Русского народа И даже самих Русских националистов Русских организаций Которые Все дышат Наладан Или уже распались Или уже запрещены Решениями Противозаконной Власти Самозванцев Что делать Что делать Давайте ответим На этот Известный Русский вопрос Через который Мы наверное И постигаем Истину Редактор субтитров Корректор А.Кулакова